Взаимосвязи с клиентом Это действительно то, чем я занимаюсь. Я стараюсь и помогаю компаниям принимать информацию о клиентах, проницательность клиентов и действительно помочь стать компаниям более клиентоориентированными. То, чем я хотела бы поделиться с вами сегодня, является инструментом из впечатлений клиентов, что, я думаю, на самом деле очень важно для понимания каждого маркетолога. Это называется карта взаимосвязи с клиентом. Действительно просто. Все карты взаимосвязи — это иллюстрация, которая показывает все возможные шаги, через которые проходят клиенты, то, как они ведут свой бизнес на протяжении времени. А в дополнение к тому, что они делают, также проявляются их мысли, чувства и эмоции. Целью карты взаимосвязи является получение целенаправленного взгляда через то, что проходит клиент с его точки зрения, и что это значит на его персональном уровне, то есть на его человеческом уровне. Я с вами немножко поделюсь информацией о том, как разрабатываются эти карты взаимосвязи, и закончим мы тем, что вы сможете сами составлять такие карты благодаря помощи самоорганизации. То, что находится позади меня, это и с начала карты взаимосвязи с клиентом. Обычно оно выглядит именно так. Как вы видите, шкала взаимодействия с клиентами — это не прямая линия. Некоторые такие опыты превосходят все ожидания и очень удачные. Другие уже немножко хуже, чем ожидалось. То, что вы хотите сделать, это выстроить план, как все будет происходить с течением времени. Сейчас вы пытаетесь понять, где эти яркие пятна в вашем плане. Этим занимается ваша компания, тем самым помогая клиентам найти их истинные цели. Но если вы хотите получить пенсионные цели, слины в вашем плане или в вашем плане в вашем плане. Но мы должны понимать вам нашу клиенту на самом плане. Почему карта взаимосвязи такая какая-то, очень важна для маркетологов? Что ж, частично с некоторой точки зрения, когда мы следуем нашему плану, мы проходим через типичную маркетинговую воронку. Первым делом клиент изучает вашу продукцию и услуги. Затем есть такой фактор, что они потребляют то, чем вы их обеспечиваете. Мы не выражаемся такими словами, когда разрабатываем план путешествий, так как клиенты не скажут вам, я вполне информирован о процессе покупки туфель. Нет, они скажут вам, привет, я ищу туфли. Вы делаете такие шаги. По мере продвижения вперед, ваши клиенты узнают о ваших товарах и услугах, затем же они покупают их, и мы надеемся, что в некотором роде на этом и заканчивается роль маркетинга. Остальной же путь взаимодействия с клиентом состоит в получении туфель почтой, если они заказали покупку онлайн, затем померили, если они не подходят, то следует, возможно, сделать процесс возврата покупки в магазин. Все это происходит после самой покупки. Но мы прошли только половину путешествия клиента, суть которого заключается в обещаниях клиенту. В этом и есть суть маркетинга. Маркетологи должны помочь клиенту понять, что действительно нужно потратить деньги только через их компанию. Все это в разных основных аспектах заключается в обещаниях клиенту тех преимуществ, которые клиент получит после покупки. Весь последующий контакт — это поставка того, что было обещано в процессе покупки. Интересным есть тот факт, что маркетологам нужно не только позаботиться о карте взаимодействия, но также нужно позаботиться и о ее организации. В то время как маркетологи могут отвечать только за процесс обещаний, существует еще очень много составляющих организаций того, что было обещано. У вас есть люди, которые работают в сфере обслуживания, розничной торговли, в сфере финансов, обработки и, так сказать, невидимые работники с ценными бумагами и IT. Это та часть организации, которая обычно никогда не говорится клиенту в процессе работы компании или, возможно, всю ее жизнь. Такие карты взаимодействия, они действительно могут кому-то помочь в маркетинге, понять, что действительно нужно обещать, чтобы достичь желаемого результата. Они также могут помочь людям, которые ответственны за обеспечение поставки услуг в сфере обслуживания клиентов. Они могут помочь понять им, что нужно перед процессом покупки и что же нужно обещать клиентам. Это действительно очень эффективный инструмент для преодоления организационных трудностей, которые используют для понимания целостной точки зрения клиента через различные основные аспекты, чтобы организовать людей к взаимопониманию, подношению друг к другу, коллегам, внешним партнерам, которые играют роль поставщика в этом деле. Как вы можете все это делать с помощью самоорганизации? То, чего я хочу, так это поделиться с вами одним очень простым методом разработки карты. Все, что вам нужно, это наличие лекционной доски, как, например, это, или же большой толстый лист картона, который вы можете приобрести в любом канцелярском магазине. Также вам необходимы маркеры. Но мой самый любимый инструмент — это бумага для заметок на клейкой основе. Все, что вам нужно будет делать, это записывать каждый шаг взаимодействия клиента на разных листиках. Затем вам нужно будет помещать ваши заметки на лекционную доску или же на кусок белого картона, чтобы клиент прошел весь этот путь. Я упоминала покупку туфель, и я покажу вам все различные шаги, которые может совершить клиент, покупая туфли в вашей компании. Итак, они в поисках туфель. Они следуют ссылкам на веб-сайте, изучают продукт и покупают туфли. Они ожидают пересылки туфель. И, наконец, они получают туфли. Они примеряют туфли, но они им не подходят. Они опять посещают ваш веб-сайт, но не могут найти информацию по поводу возврата товара. Они звонят в сервис обслуживания клиентов, после чего они получают информацию по поводу возврата товара. В этом моменте я выходю из комнаты. Они распечатывают возвратную накладную, кладут туфли в коробку и возвращают коробку курьеру с помощью компании UPS или UCPS. Это действительно основные строительные кирпичики в создании всего плана на пути к взаимопониманию. Это всего лишь прохождение и пошаговое планирование маршрута, через который проходит клиент. Для этого мне нравится использовать стикеры. Вы можете купить красные или зеленые стикеры в канцелярии. Вы можете также использовать и маркеры. Идея состоит в том, что вы можете делать заметки с различными шагами и видеть, где у вас идет все хорошо, а где не совсем удачно. Это действительно даст вам очень хорошее отображение проблемных мест в вашем плане и над чем вам нужно сосредоточиться, чтобы удовлетворить запросы клиента в полной мере. Также вы можете пойти намного дальше этого. Вы можете начать детализировать то, о чем думают и чувствуют ваш клиент. Вы можете отображать все это на различных цветовых стикерах. Они звонят в колл-центр, они на веб-сайте, они в гугле, или есть какие-то другие основные аспекты. Вы можете закопаться еще глубже в процесс организации, чтобы начать понимать, кто ответственный за все эти взаимодействия. И таким образом вы снова поймете, над чем вам нужно сосредоточиться, чтобы выяснить систематические проблемы вашей организации. Что же мне посоветовать вам? Упражняйтесь людьми в процессе организации. Я это упомянула, так как это великолепный инструмент для преодоления организационных трудностей. На самом деле так и произойдет. Если вы отведете людей от всех организационных трудностей, проведете полудневный семинар, подключите людей с разных частей организации, возможно, кого-то с важных партнеров к взаимодействию, и составите план ваших мыслей. Этот путь основан на принятии на себя обязательств обслуживания клиентов. Но не останавливайтесь на этом, потому что часто то, что мы узнаем таким образом, оказывается или ложным, или оно имеет более широкие границы. Второй шаг в этом процессе — это задействовать клиентов в этом семинаре и утвердить его. Преимущество этого метода заключается в том, что когда вы создали эти стикеры, ваши клиенты не имеют необходимости передвигать их, добавлять новые или менять их местами. Таким образом, этот процесс будет отображать то, через что приходится им проходить, имея дело с вашей компанией. Это был выпуск по организации процесса взаимодействия. Надеюсь, я познакомила вас с этим инструментом, который вы можете задействовать в процессе организации взаимосвязи. Но если вы хотите узнать больше информации по поводу планирования взаимосвязи с клиентами, пожалуйста, посетите мой сайт terribodin.com slash customerjourneymaps. Всем большое спасибо. Посетите наш сайт и подписывайтесь на нас ВКонтакте и Фейсбук. Фейсбук 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 Фейсбук